Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Я не буду его читать, вот, ввиду конфиденциальности информации. Вот, скажу только, что человека беспокоят определенные поступки и последствия этих самых поступков. Ну, последствия для отношений, как я понимаю, в своей семье, вот, может быть, что-то еще, то есть тут вот довольно неопределенно, к сожалению. Первый вопрос. Человек спрашивает, нормально ли? Ну, каждый и каждый определяет норму сам. Мне показалось, что вы сами себя осуждаете за то, что делаете. Мне показалось, что вы сами себя вините за то, что делаете. Вот, видимо, как-то вот обсуждение с близкими людьми ваших действий, ну, видимо, не привело к какому-то принятию полному для вас. Либо вы, в принципе, склонны себя обесценивать, когда речь идет о каких-то ваших желаниях, да? Вот, потому что, ну, в частности, тот выбор пути вашего, который вы решили пройти в своей семье, да, он ведь, ну, довольно отличается, я так полагаю, от характера ваших поступков, да? Вот, и вот эта разница, она не просто так возникает, она возникает, исходя из того, что вы считаете правильным и неправильным. Какие-то действия, да? Неправильным считаете какие-то отношения неправильным. Вы выбираете правильного человека и неправильного для себя, да? Вот так вот вы делите меры. Ну, на мой взгляд, эта история, она приводит к такому конфликту, потому что определяется все-таки вашим комфортом, вашим спокойствием, вашей легкостью и вашей полнотой психологической, объемом величины вашей психологической определяется то, вот насколько качественно вы живете, а не вот правильно, неправильно и так далее, да? Вот, поэтому, да, конечно, можно сказать, что за вашими действиями есть определенная, ну, определенная проблематика присутствует, да? Например, потребность в определенности, в безопасности, вот, значит, в основном в безопасности, в основном в безопасности. Возможно взваливание на себя большей ответственности, чем вам комфортно, вот. Возможно, некая такая вот подавленная злость, подавленная агрессия, которую вы подавляете в себе. Что это возможно есть у вас? Ага, ну, если от ваших поступков вы получаете больше удовольствия, чем какого-то негатива, да? Ну, в принципе, можно все оставить как есть, ну, при условии, что вот в вашей семье все хорошо. Если вы чувствуете, что, ну, больше негатива, да, то тут можно работать, можно смотреть, вот в каких направлениях двигаться. Наверное, сначала все-таки двигаться в сторону легализации. Да, то есть вот в сторону легализации ваших ощущений, ваших переживаний, ваших эмоций. Это вот одно движение, куда можно, ну, двигаться в сторону легализации. Дальше уже можно будет как-то вот, значит, ну, разгружать, да? вот, разгружать потребностную сферу, вот, и, соответственно, уже, если вам было легче, то есть снижать вот эти вот потребности, вот. Вот, вот вы говорите, что вас периодически накапывает на вас, вот, вы называете, ну, довольно нехорошим, как мне кажется, словом, свои поступки. И, к сожалению, эти же термины используют некоторые мои коллеги, мне кажется, это не очень хорошо, потому что, ну, на мой взгляд, вот есть такое размитие в понимании того, что нормально, да, а что нет. И мне кажется, что все-таки ненормально, да, определяется вредом, который вот причиняется людям. Вред, вред, он же индивидуален, если вреда нет, то я говорю тебе ненормально, вот, поэтому, в первую очередь, вам нужно легализовать то, что вы, то, что вам и хочется, то, что вы делаете, вот, признать это в себе, полюбить это в себе, да? Ну, без какого-то фанализма, без превознесения, просто, чтобы вот занимало определенное место в жизни вашей. А дальше потихонечку, потихонечку, потихонечку разгружать свои действия, да, свою потребность, разветвлять ее, то есть, ну, где-то там, где-то в одном месте себе что-то, вот, позволили немножко, да, и с этой потребностью где-то в другом месте, и вот так вот, так вот, так вот, так вот, потихонечку, потихонечку, вполне возможно, что вам уже и не захочется так делать, так делать больше. Ну, самое главное, нужно менять какого-то отношения, вот, потому что это часть вас, так или иначе. Насколько это часть вас, ну, может измениться, да, насколько это часть вас способна измениться, а хочет ли она измениться, то вот уже вопрос, конечно, другой, но вот в целом, в целом, я думаю, вот, что так вот, в таком ключе можно двигаться. Как-то так, как-то так, я бы тут мог порекомендовать вам сформировать отношения к тому, что вы делаете, и постараться заметить чего больше, позитивного, да, какого-то витального, расширяющего, или, наоборот, негативного, негативного и сужающего вас, вот, ну, и если вы согласитесь, ну, точнее, если вы начнете работу, да, психотерапию, то нужно понимать, что многие вещи в вашей жизни будут меняться, вот, и в процессе этих изменений и вы можете, ну, просто перестать хотеть делать, что вы делаете сейчас, вот, но так же, вот, вполне возможно нарушение привычных укладов, вот, разочарование в людях, в отношениях, вот, вплоть до разрыва отношений со своими, ну, со своими близкими, да, со своей семьей, потому, потому что, ну, человек, осознавая, начинает понимать, да, что у него, значит, партнер, и это, вот, конечно, приводит к ухудшению отношений, к сожалению, вот, поэтому тут, вот, такие моменты, нужно учитывать это, вот, ну, и, конечно, то, что, в общем-то взрослый человек, да, фактически уже что-то делая, спрашивает о том, нормально ли это или нет, да, ну, это тоже вот вызывает определенные вопросы, вопросам, потому что это говорит о том, что вы, ну, вы не уверены, не уверены в себе, к сожалению, вот, как-то, как-то так, как-то так, я думаю, я думаю, можно, можно ответить вам, вот, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего доброго.